Все корпуса Нижневартовской многопрофильной больницы введут в эксплуатацию одновременно. Это предусмотрено проектом. Однако сегодня ситуация на стройплощадке неоднозначная. Если возведение второй очереди возобновилось весной 2017-го и на сегодня ее готовность 70%, то первая по-прежнему пустует. Предыдущий подрядчик свернул работы три года назад и не смог завершить контракт. Сейчас прошли закупочные процедуры на выполнение строительно-монтажных работ. Победителя определит конкурс. Пока еще одинаково безликих помещениях медицинского отделения уже угадываются будущие кабинеты и палаты. Здесь, например, разместят процедурную. Ее стены сейчас заканчивают облицовывать керамической плиткой. В здании монтируют лифт. В большинстве палат осталось установить подвесные потолки. Схожая ситуация и в соседнем корпусе. По словам подрядчика, строительные работы на второй очереди многопрофильной больницы выполнены в среднем на 70%. В середине будущего года уже планируют начать поставку медицинского оборудования. Всего на больнице будет 15 операционных, больших операционных. Площадь чистых помещений будет 3000 квадратных метров. То есть объект будет большой. Это основная сложность этого объекта. Необходимо организовать процесс функционирования объекта на такой большой площади. Темпы работ высокие, конечно, предстоят. Ситуация со строительством многопрофильной больницы, состоящей из трех очередей, в целом неоднозначная. Пока на второй очереди ведут отделочные работы, первая простаивает. Нового подрядчика, того, кто завершит строительно-монтажные работы, определит конкурс. Из-за срыва поставки трубы перенесли сроки сдачи и третьей очереди – котельной. Из-за срыва поставки трубы, ну, где-то порядка на месяц, причем изготовители этой трубы, сегодня только проводят монтаж. Но это не влияет на общее строительство в больнице, потому что тепло туда заводить сегодня, по сути, не надо. Поэтому о чем мы сегодня говорили застройщикам? Что они до конца года проведут все испытания, и уже тепло можно будет запустить в корпуса, которые готовы к этому. Но я уверен, что в таком объекте сроки можно наверстать. Вот Юрий Иванович, наверное, как строитель, тоже скажет, что там степень готовности очень высокая. Если будет правильный подрядчик, там совершенно понятно, как можно и встать в сроки. Несмотря на то, что даты ввода корпусов в эксплуатацию разные, вторую очередь издадут в конце 2019 года, а первую планируют в конце 2020-го, откроют их вместе в одно и то же время. По словам строителей, это предусмотрено проектом. Все корпуса взаимосвязаны между собой и по отдельности не функционируют. Жанна Кузьмина, Александр Титаренко, Вести Югорий, Нижневартовск.